Медведь Так на Западе называют стратегический бомбардировщик Ту-95 Его силуэт хорошо знаком по кадрам кинохроники времен Холодной войны Этот самолет стоит на вооружении и сегодня Окончание войны с Германией, конфронтация с прежними союзниками по антигитлеровской коалиции Появление в США ядерного оружия и активные работы по этой проблематике в СССР Заставили руководство страны и авиапромышленности форсировать работы по созданию самолетов-носителей советской атомной бомбы Затем конструкторам пришлось срочно решать проблему достижения бомбардировщиками территории Северной Америки Основной самолет советской стратегической авиации Ту-4 необходимой дальностью полета не обладал В начале 1950 года Сталин встречался с Туполевым и обсуждал вопросы создания сверхдальнего бомбардировщика Он предложил построить четырехдвигательную машину и таким образом решить проблему Конструктор не поддержал это предложение Реактивных двигателей, достаточно экономичных для таких полетов, еще не было и в ближайшем будущем не предвиделось Нелепая с инженерной точки зрения идея Сталина все же задела Туполева Он всегда считал себя морально ответственным за дальнюю боевую авиацию Дальность уже требовалась порядка 15 тысяч километров Ну, пожалуй, основная сложность Ну, после создания Ту-16, вот вопрос аэродинамической схемы, формы самолета Он оказался несколько более простым вопросом, чем вопрос выбора силовой установки Этому было посещено очень много лет Туполев решил строить тяжелый бомбардировщик с турбовинтовыми двигателями Менее скоростной, но с большей дальностью Турбовинтовые двигатели Тип газотурбинных двигателей В которых основная часть энергии горячих газов Используется для привода воздушного винта Через понижающую частоту вращения редуктор Применяются в основном на тихоходных летательных аппаратах Таких, как пассажирские машины для местных авиалиний и транспортные самолеты На малых скоростях полета гораздо экономичнее, чем турбореактивные двигатели К 1950 году в Куйбышевском ОКБ-276 Под руководством главного конструктора Николая Кузнецова На базе трофейного турбовинтового двигателя ЮМО-022 Был разработан экспериментальный вариант силовой установки Которая очень заинтересовала Туполева Он лично отправился на переговоры с двигателистами В результате родилось уникальное решение Сделать спарку из двух двигателей И оснастить ею планер со стреловидным крылом Когда вопросы по силовой установке были решены в первом приближении И облик нового стратегического бомбардировщика Начал принимать вполне реальные контуры Туполев снова вышел на Сталина Встреча состоялась Судьба будущего самолета с индексом 95 решилась положительно Сроки для работы над бомбардировщиком были предельно сжатыми Дело в том, что Сталин и его окружение всерьез рассматривали возможность Скорого ядерного конфликта со своим основным противником Соединенными Штатами Америки Важнейшим элементом оборудования самолета Была его защита от поражающих факторов ядерного оружия За самое короткое время бомбардировщик должен уйти как можно дальше от эпицентра взрыва В противном случае самолет мог получить серьезные повреждения От ударной волны и светового излучения А экипаж погибнуть от недопустимой дозы облучения В октябре 1951 года началась постройка первого опытного самолета Пришлось преодолевать массу трудностей И с разработкой стреловидного крыла большого удлинения И с созданием современного пилотажно-навигационного оборудования И с обеспечением выживаемости самолета в высоких широтах Удары по США планировалось наносить через Северный полюс Год спустя бомбардировщик был передан на заводские испытания Они шли тяжело По воспоминаниям участников работ по самолету 95 Моральная и физическая нагрузка была неимоверной Люди работали на износ, спали в день по несколько часов О выходных или отпусках никто не заикался Все было посвящено доводке и передаче в кратчайший срок бомбардировщика В серию и в войска Фронт холодной войны требовал жертв Во время одного из первых полетов Летчики с большим трудом сумели посадить машину В ходе 17-го полета в мае 1953 года произошла катастрофа Командир корабля Алексей Перелет сообщил по рации, что самолет объят огнем И отдал приказ экипажу покинуть машину Опытный экземпляр разбился Погибли 4 человека Для расследования причин произошедшего была создана специальная правительственная комиссия Туполев мужественно встал на защиту членов своей команды И отстоял право на продолжение работы Вскоре началось производство самолета-дублера Над новым образцом трудились с особой тщательностью Помня об уроках недавней трагедии На самолете были установлены новые, более совершенные двигатели Первый полет дублера состоялся в феврале 1955 Испытания продолжались еще год В результате Ту-95 был принят на вооружение Ту-95 – стратегический бомбардировщик Название по классификации НАТО – «Бэр» – «Медведь» Длина – 46 метров Размах крыльев – 50 метров Максимальная взлетная масса – 172 тонны Силовая установка – 4 турбовинтовых двигателя Кузнецова НК-12 Максимальная скорость – 882 км в час Практический потолок – 11900 метров Практическая дальность – 15500 километров Вооружение – от двух до шести спаренных авиационных пушек калибра 23 мм Бомбы общим весом до 12 тонн Ядерные боеприпасы – крылатые ракеты Экипаж – 8-9 человек В ходе серийной постройки Ту-95 неоднократно модифицировался и модернизировался В соответствии с нуждами военных и требованиями времени Этот самолет так же, как и самолет Ту-16 Естественно, получил очень большое развитие в различных вариантах Одним из которых, главным из которых, был опять вариант самолета-ракета-носителя Когда достижение цели уже достигалось не самолетом, а ракетой На этом самолете так же была отработана заправка топливом в полете Которая позволяла, соответственно, увеличить его дальность полета До появления на вооружении межконтинентальных баллистических ракет Бомбардировщики Ту-95 и М-4, созданные в ОКБ Несищева Служили основным средством доставки советского ядерного оружия Ракетоносцы Ту-95К до сих пор играют значительную роль в системе ядерного сдерживания Создание такого самолета и разработка самолета у этого класса Вызвало, по сути дела, ответную реакцию Соединенных Штатов По созданию своего дальнего реактивного бомбардировщика Би-52 фирмы Боинг Базировались Ту-95, помимо СССР, на авиабазах Кубы, Гвинеи, Анголы, Сомали и Вьетнама Это давало возможность советскому стратегическому командованию Эффективно контролировать практически любую точку земного шара Во времена Холодной войны самолеты-разведчики Ту-95МР Постоянно наблюдали за просторами Мирового океана И отслеживали перемещение боевых кораблей Североатлантического альянса В начале 80-х годов на вооружение стали поступать новые ракетоносцы Ту-95МС Они значительно повысили ударную мощь стратегической авиации К началу 1990-х из них было полностью сформировано 4 полка стратегических бомбардировщиков Всего с 1956 по 1992 годы выпущено более 500 самолетов Ту-95 различных модификаций Эти машины до сих пор являются основой воздушных стратегических сил России И в обозримом будущем сниматься с вооружения не будут Я считаю, что такая долгая жизнь этого самолета определяется тем, что размерность этого самолета в свое время была выбрана очень удачно И этот самолет позволяет очень широкую возможность по модернизации и областям применения В середине 50-х годов для больших перелетов был необходим не просто мощный, экономичный и вместительный, но и совершенно надежный лайнер Правительство требовало создать его в максимально сжатые сроки, не позволявшее проводить долгих испытаний и доработок Уже имея опыт переделки военного самолета в гражданский Ту-16 в Ту-104 Генеральный конструктор сразу же выбрал прототип новой машины – бомбардировщик Ту-95 Первый демонстрационный полет через Атлантический океан новая пассажирская машина совершила уже в 1958 году В Нью-Йорке для гигантского по тем временам лайнера не нашлось ни подходящего трапа, ни тягача Надежность Ту-114 оказалась такой высокой, что в 1959 году на нем была осуществлена беспрецедентная акция, не имеющая аналогов в истории мировой авиации На борту самолета, эксплуатационные испытания которого еще не были закончены, советская правительственная делегация во главе с Хрущевым прибыла с официальным визитом в Вашингтон В ближайшие десятилетия американским летчикам еще не раз придется встречать в небе не только Ту-95, родного брата знаменитого пассажирского лайнера, но и другие боевые машины КБ Туполева Рассказ о них в следующих фильмах «Оружие» Субтитры создавал DimaTorzok